Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас 3 августа, и мы в гостях у Людмилы Турубаевой-Корнеевой. Спасибо вам большое, что вы нас приютили и покажете нам ваш прекрасный сад. Добрый день! Сад наш находится в Санкт-Петербурге, на северо-западной его части. То есть климат не самый мягкий, достаточно суровый, но в нашем саду может расти уникальное, удивительное растение. Главное, чтобы вам это все захотелось. Сейчас я вам все покажу, постараюсь рассказать, и вы поймете, что в наших садах может расти уникальное, красивое растение. Пойдемте! Есть чем гордиться, 40 сортов гортензии, они все разнообразные. Для вас, чем это интересно, вы можете сразу определить всю разницу. Все, что сейчас много, они очень же похожи. Поэтому, когда основа заложена, я у черепа сейчас что-то новое интересуюсь. Ну, для интереса. Экскурсия, сад, в общем-то, такой достаточно большая, разнообразная. Создавался он, первый раз вошли мы сюда в 90-м году. То есть, фактически, это были вот такие дети, 90-е годы вы все знаете, что это. Дай бог, дом построить. Садом особо не занимались, но хотелось очень. Вот, и принцип был зеленый. Воины, вот эта любовь, которую хотели, чтобы они были без ухода. И дальше сад планировался именно по минимуму ухода. Врать не буду, уход сплошной. Она была в 5 стволов, лет 13-14, они стали все соединяться, где-то здесь уже не предстоит для 5 шаров. Обрезали, вот видите, какие были спилы, и как-то тут они сразу рванули. И вот в этом году более-менее так это обросла. Делала бы сначала, сделала бы три разных высоты. Просто эта шаровидная, туя разбираем все веточки, оставляем три самых сильных ствола. Четыре года подряд. Это вообще страшно. Таким вот, с Марковским. И этот, этот огрызок рядом. Он все равно, у него так скептически, это что это, говорит. На парадном ходе, это был огрызок, по-другому не сказать. Ну, вот он уже много лет. Визитная карточка сада. Еще один просто интересный вариант, это опять же мажевельник, который стелится к земле. Вот это казахские, там их москве. Видите? Ну, вот куда стелится, за скамейкой не видно. Этот сам по себе глейлер очень красивый, мне его жалко, чтобы закрывало. Накинули на лестницу ветку, ну, приезжали ее там скобой какой-то, крючком, чтобы под рукой было. И вот он пошел, и ему нравится. Единственное, что я вот периодически в самой длине убираю. Получилось, я тут в дом он уже направил, сейчас вот пошел на эту стенку, думаю, пускай идет. На зиму не снимаем, не укрываем. Опять же, красиво перераспределяем силу растения, потому что иначе оно бы все было на земле. Сад раздвояется, да, по какой дорожке пойдем. Весло мы бегаем там, цветут рододендроны всех сортов. Розы цветут, значит, начинаем ходить здесь. По какой пойдем? Давайте туда сначала. Вот это, кстати, не елочка, это пихта. Потрогайте, абсолютно мягенькая, пушистенькая. То есть, театрой на нее наезжает, что она горит на солнце, она никогда не горела и не собирается это делать. Сидит в совершенно таком запахнутом пространстве, в плане воды мало. Под нее вода под саму тоже не попадает, и ей комфортно. Какой фут? Лацио карпа. Как? Лацио карпа. Ну, только что мы же смотрели. Ну, вот я говорила, мне уже, пострадали, там, в принципе. Он колор, и уже субальпийская компакта. Субальпийская компакта. Сидер доллар. К сожалению, обычно это вот такие шарсы, кто знает у меня. Вот, и это, конечно, красавец, он не боится дождя, крепко совершенно стоит. Формирую витеков, мне под ними нужно пространство. Не надо, если на газоне, пожалуйста, можете, прямо из земли будет красивый вкус. Но мне нравятся вот эти шапочки. Ну, один из любимцев. Но все время здесь немножко болеет. Земля плохая. Вот будем сейчас делать штуфы и добивать туда более кислую землю. На песке растет. Ну, это была одна из первых посадок очень давно. Ну, и вот, дальше пошел сад. Все-таки сад основы такойные. А к ним уже подсадочки. А-ля японский уголок. Потому что, опять же, да, Рададенджон, это вроде как японская зима. Но тут уже насыщенность нашего сада, конечно, нету сдержанности, которая должна быть в японском саду. Русская душа требует всего. Ну, вот ручейок, который, в общем-то, и питает влагу, и птицы по утрам без пьет воду. Рададенджон и новая земля. Здесь вот оно каких-то бинцев поселились. Потому что это были первые, которые в саду. И, к сожалению, все интересные сортовые, они вот там, внутри. Ну, вот уже пересаживать не рискнули. Вот, кстати, можжевильник. Вот родственник тех, кто приходит. Вот он обгорел лет шесть назад на уровне снега. Оторожение снега очень сгорел кардинально. Верху была слабая, есть альбом, посвященный именно ему. Снизу ничего. Ну, хотели спилить. Потом как-то думаю, ну, вдруг попробую. Снизу. И вот за два года он хорошо восстановился. А здесь я уже не дала ему восстанавливаться. В общем, получился такой бонсай. И сейчас я даже не представляю, как бы без него. Иначе бы он загородил все. Ну, это понеслась тема. Мне понравилось оголять ноги. Потому что саду все дышит. И вот ту иззади я тоже стала оголять ножки. Сборка в саду ежедневная. Потому что у меня правила трех У. Сад должен быть, ну, узнаваемый. Это поскольку, поскольку у каждого свой стиль. Ухоженный. Вот это относится к ухоженным. То есть рано утром все отсветшие, все листики желтенькие там убрал. И сад уже ухоженный. Следующий, конечно, должен быть уютным. А уютный, это в основном уголки отдыха в разных местах. Но они должны быть. И они должны как-то положиться вам на... Это ваш сад. Я когда приезжаю на объекты, я говорю, ну, я хочу красивый сад. Ну, я хочу с людьми общаться, пытаюсь понять их. Потому что это ваш сад, это не мой сад. И третий, значит, ухоженный, уютный, узнаваемый и удобный. Вот слово удобно, чтобы я к этому стильнику могла элементарно подходить и кому не свернув голову. То есть у меня каждый камушек продуман, куда мне удобно, через кого наступить и кем подснежен, чтобы с весной не верено. И весной особенно эта тема, чтобы куда наступить, чтобы кому-то не сломать голову. Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА